10 утра в столице. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайные ситуации международного масштаба. Количество жертв достигло 213 человек, сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. За 24 числа число погибших выросло на рекордные 43 человека, заразившихся почти на 2000. Специальное заявление о введении режима ЧС сделал директор Всемирной организации здравоохранения после совещания чрезвычайного комитета в Женеве. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей. В заявлении говорится, распространение коронавируса можно остановить, если страны примут меры по раннему распознаванию инфекции, изолируют больных и отследят их контакт. Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Основная причина этой декларации не в том, что происходит в самом Китае, а в том, что происходит в других странах. Позвольте мне пояснить, что это решение не является вводом недоверия Китаю. Напротив, ВОЗ продолжает сохранять уверенность в способности КНР контролировать вспышку вируса. Тем временем в Соединенных Штатах зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом. Впервые инфекция передалась от человека к человеку. Об этом сообщили в Центре по контролю профилактике заболеваний США. Речь идет о супружеской паре из Чикаго. 60-летняя женщина 13 января вернулась из китайского Уханя. На прошлой неделе она обратилась в больницу, где ей диагностировали заражение новым коронавирусом. У супруга оказались схожие симптомы. Диагноз также подтвердился. Сейчас оба госпитализированы. Я хочу, чтобы вы поняли, что зараженный пациент нам очень помогает со сбором информации. Мы продолжаем выяснять детали случившегося, однако мы уже знаем, что он не пользовался общественным транспортом. Он не посещал места с большим скоплением людей. Поэтому эта новость не меняет риск заражения в обществе на национальном уровне через Иллинойс или Чикаго. Это не местная чрезвычайная ситуация. Тем временем из-за эпидемии медицинские маски буквально сметаются с аптечных прилавков в Нью-Йорке. Люди опасаются заражения от китайских туристов. Известно, что за последнее время несколько авиалиний прибыли в США из города Ухань. Всего в стране шесть разоболевших коронавирусом. Другие случаи зафиксированы в штатах Аризона, Калифорния и Вашингтон. 7 тысяч человек на борту круизного лайнера в Италии не могут сойти на берег после того, как у одной пассажирки из Макао обнаружили симптомы вирусной инфекции. 54-летнюю китаянку и ее мужа временно изолировали на борту судна Коста Смиральда, который совершал круиз по Средиземному морю и сейчас пришвартован в порту неподалеку от Рима. Местные власти запретили всем, включая членов экипажа покидать корабль. Всего на борту находится около 7 тысяч человек. Ранее круизная компания заявила, что отплытие пока отложено на неопределенный срок. На место прибыла группа медиков. Грузинские власти усилили меры безопасности. Чтобы не допустить коронавирус в страну, активно ведется серьезная информационная работа. Как говорят медики, риск проникновения коронавируса в Грузии минимален, но все же существует. Юлия Тужилкина расскажет подробнее о предпринятых мерах безопасности в Грузии. В Грузии под контролем все границы. Гостей на наличие симптомов коронавируса проверяют в морских портах, на наземных пропускных пунктах и, конечно же, в аэропортах. Прямые рейсы из Китая до марта отменены. Запрещен ввоз из этой страны живых животных. Минздрав Грузии утверждает, что теоретическая вероятность распространения нового смертельного вируса есть, но она минимальна. Мы знаем о тех наших гражданах, которые находятся в странах повышенного риска. К счастью, никто из них не заражен. В случае необходимости мы готовы предоставить им необходимую помощь. Грузия находится в зеленой зоне. Это означает, что существует минимальный риск распространения вируса. Но мы должны быть готовы. В Тбилиси уже обследовали около тысячи сотрудников китайской компании. Вновь приехавших подвергают тщательному медицинскому осмотру, измеряют температуру и две недели наблюдают за их состоянием. Всем раздают информационные буклеты на трех языках – грузинском, английском и китайском. Если в течение 14 дней люди бывали в Китае и у них проявляются симптомы – высокая температура тела, кашель, недостаток кислорода, то мы призываем незамедлительно обратиться в медучреждение. В случае подтверждения коронавируса пациент будет направлен в инфекционное отделение. Сейчас в Грузии четыре клиники готовы принять таких зараженных. Весь медицинский персонал ознакомлен с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. МВД взяла под контроль стратегические медицинские учреждения. Сотрудники полиции и таможни проинструктированы о действиях на случай высокой угрозы. Во избежание распространения смертельного вируса в Грузии задействованы и в усиленном режиме работают многие службы. Чтобы друзья знали и чуть-чуть испугались. Полицейские Алматинской области задержали врача, который распространил ложную информацию о коронавирусе. Мужчина 80-го года рождения, работает акушер-гинекологом в центральной больнице Инбекши Казахского района. После задержания он признал свою вину. Информацию о якобы 70 зараженных коронавирусом, пациентах. Он мимолетом слышал в разговорах коллег и решил напугать своих близких в мессенджере. Но шутка не удалась. Полицейские зафиксировали сомнительное сообщение и быстро нашли его автора. По итогам следствия будет принято окончательное решение по этому уголовному делу. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Хочу сказать всем, чтобы не выкладывали всяческие видео наподобие моей. Прошу простить. Впредь я буду крайне осторожен. В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Преступление такого рода, согласно уголовному кодексу, предусматривает наказание в виде крупного штрафа привлечения к общественным работам. В отдельных случаях можно угодить за решетку на три года. В связи с распространением по миру нового типа коронавируса на железнодорожном вокзале Шимкента менее чем через час начнутся специальные учения на случай выявления больного с подозрением на инфекцию. Чуть позже мы свяжемся с нашим корреспондентом, который находится на месте событий. Пока на фоне эпидемии коронавируса одни мировые предприятия несут убытки, владельцы южнокорейских магазинов беспошлиной торговли и косметические компании надеются на серьезную прибыль. И сейчас к нам присоединяется наш экономический обозреватель Ирина Панфилова. Ирина, и каким образом намерены они разбогатить? Динара, спасибо. Увеличить капитал корейские предприниматели планируют за счет китайских туристов во время лунных новогодних праздников. Сейчас из-за вспышки инфекции в Южной Корее стало меньше туристов из Китая. Это негативно отразилось на туризме и косметической отрасли. Также коронавирус поразил операции крупных корейских компаний в Ухане. Они эвакуируют своих рабочих. Между тем подскочили амазонские праздничные продажи. В этом квартале компания прогнозирует операционную прибыль свыше 4 миллиардов долларов. Почти 87,5 миллиардов превысил чистый объем продаж. Напомню, по оценкам цифра была ниже. Это помогло компенсировать расходы для Амазон. В целом стоимость доставки по всему миру выросла на 43% и составила порядка 13 миллиардов долларов. К другим темам. В Центральной Азии может появиться крупнейшая торговая платформа. Об этом заявил управляющий Международным финансовым центром Астана Кайрат Килимбетов. Отмечу, подобная биржа сегодня успешно работает при Международном финансовом центре Дубая. Именно правительство этого эмирата и предложило МФЦА создать онлайн-хаб. Площадка будет обеспечивать товарами регион Шелкового пути, который соединит Азию с другими континентами. Например, с Африкой и Латинской Америкой. Если проект реализует, это позволит еще больше нарастить инвестиционный капитал Казахстана. К слову, биржа Международного финансового центра Астана демонстрирует успех. По итогам прошлого года привлекли порядка 2 миллиардов 59 миллионов долларов. Более чем на 2 миллиарда долларов прошли листинг публичной облигации. В целом привлекли около 216 миллионов долларов акционерного капитала. Отмечу, это в несколько раз выше, чем было на казахстанском фондовом рынке за последние 3 года. К слову, биржа МФЦА – это единственная биржа в странах СНГ и Центральной Азии, которую признали Королевская налоговая и таможенная службы Великобритании. Успешно стартовала биржа, где уже было IPO Казатомпрома и в этом году мы ожидаем крупнейшее IPO Казмуна и Газа. И также успешно стартовал регулятор, где мы уже зарегистрировали многие компании. Больше чем на 5,5 миллиардов долларов снизились международные высоколиквидные активы по операциям платежного баланса Казахстана. Об этом заявили в Национальном банке страны. В основном это связано с тем, что с валютных счетов изымают средства резидентов и с конвертации тенговых активов Национального фонда в валютные. Если же говорить о денежных транзакциях, сумма превысила 760 миллионов долларов. При этом казахстанцы стали реже переводить деньги в Россию и Китай. А вот в Кыргызстан и Турцию, напротив, стали чаще отправлять валюту. Снизилось и число переводов из-за границы. Это если говорить о транзакциях в целом. Единственные две страны, которые показали прирост, это Корея и США. Дальше расскажу о коронавирусе. Он в какой-то степени оказал влияние и на казахстанскую экономику. Жители страны столкнулись с двумя проблемами. Дефицитом медицинских масок и резким подорожанием этого вида товара. При этом Минздрав страны просит аптеки не повышать стоимость на медицинские изделия и лекарственные средства. К слову о стоимости товаров и услуг. С сегодняшнего дня мы вводим в специальную рубрику «Карта цен». Теперь каждое утро по будням вы сможете узнать, что и сколько стоит в вашем городе. Сегодня расскажу о том, почем в регионах продают самый ходовой товар января – медицинские маски. То, что вы увидите на экранах, это средняя цена на товар. Наши собственные корреспонденты из регионов постарались собрать самую свежую и достоверную информацию. Так вот, как показал анализ, в большинстве городов цена на маски одинаковая. В среднем казахстанцы отдают по 20 синге. Столько сегодня стоят маски в Костанае, Кокшетау, Караганде, Талдыкургане, Туркестане, Актау, Атырау, Уральске и Столице. На 5-10 синге дороже цена на маски встречается опять же на Западе. В частности, в аптеках Актау и Атырау. По 25-30 синге за медицинское изделие отдают жители Козеларды, Усть-Каменогорска, Караганды и Костаная. К слову, особого ажиотажа в этих городах нет. Чего не скажешь об Алматы? Судя по тому, что пишут в социальных сетях, в городе небольшой дефицит масок. Видимо, поэтому подскочили и цены на продукцию. Именно в алматинских аптеках этот вид товара продают дороже всего. Такая же ситуация складывается и в столице. В некоторых торговых точках за одну маску просят до 50 тенге. Но были и случаи, когда некоторые останчане отдавали за продукцию меньше 10 тенге. Примерно за эту же стоимость купить медицинские маски сегодня можно в Караганде, Павлодаре и Петропавловске. Там ажиотажа не наблюдается. И в завершении выпуска у меня новости с казахстанской фондовой биржи. Курс доллара составил 378 тенге 8 тенов. На сегодня это весь экономический обзор. Всем хорошего продуктивного дня. Беларусь по-прежнему не может выбраться то ли из нефтяного тупика, то ли из нефтяной ловушки. Несмотря на недавние бравады местных властей о скором урегулировании споров с Москвой по поставкам нефтепродуктов, пока вопрос так и остается открытым. Кремль стоит на принятии их условий сотрудничества. В Минске же отмахиваются заявлениями о якобы найденных новых партнерах, готовых поставлять в страну черное золото и без помощи России. В то же время считанные недели остаются до дня Х, когда запасы нефти в белорусских хранилищах закончатся. Подробнее из Минска материал нашего корреспондента Дмитрия Лукша. По заявлениям белорусских властей, звучавшим в начале года, к концу января страна должна была полностью решить нефтяной спор с Москвой. Увы, но дальше новых заявлений и сроков дело не двинулось. Пока Кремль хранит многозначительное молчание, в Минске спешно ищут новых друзей по нефтяным интересам. Переговоры уже были проведены с рядом государств, однако ни один из потенциальных контрактов не выгоден Беларуси. Покупка нефти по мировым ценам у дальних берегов – это половина вопроса. Вторая часть – как эту нефть поставлять в страну? Транспортировка танкерами – дополнительные расходы. Использование трубопровода вновь ведет за стол переговоров с Москвой, которая должна будет отыскать дополнительные свободные мощности для данной процедуры, если захочет. Мы не находимся в России, мы суверенная страна. И ясно, что мы должны, исходя из вот этой ситуации, получать нефть по мировым ценам. Экономика Беларуси еще, ну можно сказать, не до конца перестроилась. Да, мы начали структурную перестройку. И поэтому мы вот в этой ситуации будем испытывать шок. Ну, шок – это такое явление, которое оказывает влияние на рост и сдержек производства по всей экономике. Поэтому ситуация в современной Беларуси достаточно непростая. Конфликт вокруг поставок нефти разгорелся между странами в конце прошлого года. Кремль провел налоговый маневр, Минск ответил демонстративным демаршем. В Беларуси отказались платить поставщикам премию в 10 долларов, даже несмотря на готовность российской стороны снизить ее размер до 6 долларов за тонну к цене поставки. Позже начались упреки белорусской стороной в поставках России грязной нефти и предупреждение перекрыть транзит сырья. Уже на протяжении нескольких лет условия получения сырой нефти из России в Беларусь ухудшаются, нефть дорожает. И, в принципе, на сегодняшний день стоимость российской нефти составляет примерно такая же, как и в среднем на мировом рынке – 80-90% от той общемировой цены, которая есть на сегодняшний день. То есть это уже далеко не дешевая нефть. И те, так сказать, круги в России и в Беларуси, которые спекулируют вокруг того, что якобы Беларусь получает нефть по льготным ценам, особенным тарифам, это уже далеко не так. Среди возможных альтернативных поставщиков нефти в Беларусь власти рассматривают и Казахстан. Однако и в этом случае договор не выгоден для Минска. Сырье в страну будет поставляться по железной дороге, что значительно дороже перегона по трубе. В итоге на сегодня в отечественной вертикали обещают найти сразу трех надежных компаньонов, которые будут давать Беларуси черное золото. Однако ни один договор с новыми друзьями до сих пор так и не подписан. Между тем, по неофициальным данным, запасов нефти на белорусских НПЗ осталось не более чем на месяц. Пока отечественные НПЗ живут, по сути, за счет норвежских партнеров. Не так давно официальный Минск закупил 86 тысяч тонн североморского черного золота по мировым ценам. Власти заявляют, что без сырья заводы не останутся в любом случае, однако аналитики видят в этом жесте выиграть время у Москвы. Мол, постоянно закупать нефть у Осло слишком дорого, а первой партии надолго не хватит. Выходит так или иначе, но официальный Минск в скором времени вновь сядет за стол переговоров с Москвой. Дмитрий Лукша, Константин Неконоров, Хабар 24, Минск, Беларусь. Столкновение большегрузов в Алматы. КамАЗ протаранил бетономешалку. Куда мои деньги делись? Они не сделали это. Дома не давили. Не досчитались. В семье, внедренная 10 дней назад, система оплаты и проезда в автобусах неожиданно дала сбой. Пассажиров с транспортных карт стали пропадать деньги. Об этом мы расскажем буквально через пару минут. На сейчас новости из Британии. Сегодня исторический для нее день. Как и для всей Европы, Соединенное Королевство официально выходит из состава Европейского Союза. Что произойдет в день Брекзита и что изменится после 31 января, расскажет наш корреспондент в британской столице Галымжан Караманула. На протяжении нескольких лет Брексит домокловым мечом висел над Великобританией. С сегодняшнего дня его тень больше не будет омрачать британское будущее. Так, во всяком случае, обещают местные политики. Мы уходим. Мы никогда не вернемся. Будут битвы, в которых нужно будет сражаться. Насколько мы преуспеем в 2020 году, я не знаю ответа на этот вопрос. Но я знаю одно. Это необратимый курс действий. Это будет самое большое изменение с тех пор, как 500 лет назад Генрих Восьмой покинул Ринскую церковь. И я не шучу. Для политиков и переговорщиков начнется настоящая горячая пора. Они должны договориться по поводу торговли, таможни, передвижений своих граждан по Евросоюзу и остальному миру. А до конца года практически ничего не изменится. Ни для бизнеса, ни для общества. Отметим, за последние три с половиной года британцы провели множество массовых акций, которые продолжаются до сих пор. Я разочарован. Я считаю, что демократия умерла. Мне кажется, это несправедливо. Мы не враги Европе. Мы им друзья. И мы будем продолжать дружить. И я поддерживаю Брексит. Сегодня в 11 часов вечера по лондонскому времени состоится небольшое официальное торжество, посвященное выходу Великобритании из Европейского Союза. Часы, отсчитывающие последний час, будут проецироваться на Даунинг-стрит-10. А лидер партии Брексит устроит праздник на парламентской площади. Каламжан Храманла, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжаем выпуск. В столицу сегодня въехало около 500 машин, вызволенных из снежного плена. Большая часть из них – грузовые. Водители двигались общей колонной при сопровождении полицейских и спасателей. В целом ситуация на дорогах страны улучшилась. По данным МВД, в настоящее время закрытыми остаются 5 участков трасс республиканского и 10 областного значений. Всего с 20 января благополучно добрались до местного значения с помощью спасателей более 7,5 тысяч человек. 364 из них – дети. По всей республике продолжают работать почти 700 единиц техники. Работу продолжают республиканские и три региональных оперативных штабов. Это в городе Нур-Султан, Акмолинск, Олбас и Павадарская. Силами Министерства внутренних дел регулируется движение по направлениям. Это Нур-Султан-Павадар и Нур-Султан-Кустанай. Громкое задержание в столице, жуткие ДТП в Алматы и Кустанае, пожары на востоке республики и кражи на юге страны. Корреспонденты Хабар-24 подготовили свежую подборку чрезвычайных происшествий. Спецоперация по задержанию обвиняемого в убийстве прошла в Нур-Султане. Сотрудники подразделения криминального розыска задержали преступника, скрывавшегося от правосудия, больше четырех лет. Подозреваемый обвиняется в убийстве жительницы Усть-Каменогорска. В настоящее время беглец во дворе он в изоляторах временного содержания. В Кустанае после столкновения большегруза и легковушки пострадали двое детей. Причины ДТП пока неизвестны. Полицейские Кустанайской области сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. В аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля 12 и 9 лет. По данным полиции, им назначено амбулаторное лечение. В Алматы КАМАЗ протаранил бетономешалку. По словам очевидцев, водитель большегруза не заметил выехавший на дорогу спецавтомобиль и допустил столкновение. Впрочем, все обстоятельства ДТП еще выясняются. В результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. В селе Бескарагай горящий дом тушили снегом. Огнеборцы не смогли подъехать к объекту по бездорожью. Пожарные прошли 2,5 километра и сумели не допустить дальнейшего распространения пламени. Жертв также удалось избежать. В Шемкенте злоумышленник ограбил несколько аптек. В серийных кражах подозревается 52-летний житель Туркестанской области. Накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, угрожая сотрудникам аптеки, забрал подгузники и скрылся. Сейчас грабитель задержан и дает показания. Рейсовый автобус сбил женщину, переходившую на зеленый свет светофора. Происшествие попало в объективы камер наблюдения. На видео хорошо видно, что женщина начинает движение по пешеходному переходу после того, как загорелся разрешающий знак. Автобус пытается затормозить, но уже не успевает избежать столкновения. В результате падения женщина получила серьезные травмы. Сейчас находится в больнице. В Усть-Каменогорске горел маслозавод. Пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров, поразив цеха и кровлю. Возгорания в промзоне тушили больше 60 спасателей. Службы ЧАЭС привлекли порядка 19 единиц спецтехники. Жертв пострадавших нет. Внедренная в семье система электронного обилетирования пассажиров дала сбой. У людей из транспортных карт стали пропадать деньги. Возмущенные жители потребовали объяснения. Разработчики уверяют, что все средства были потрачены строго по назначению. Кто прав в этом споре, попыталась выяснить Асем Утешева. Галия Уразбекова, как сотни других пассажиров, уверена, с ее транспортной карты исчезают средства. Все члены ее семьи ежедневно пользуются общественным транспортом. Но по неизвестным причинам баланс на счете стал пропадать. Сначала женщина думала, что ошибалась, пока не проконтролировала свои поездки. Я при них проверила и не вижу сколько. Они мне говорят, 170 тенге у вас на остатки. Я в течение 15 минут сажусь на 41-й, проверяю, мне говорят, недостаточно средств, 32 тенге. Куда мои деньги делись? Недоработанная эта работа. Вообще недоработанная. Они не сделали это. До ума не давили. Разработчики с данным утверждением не согласны. Они уверяют, что ни одна тенге не ушла в чужой карман. Все дело лишь в запоздалой системе, которая долго обрабатывает запрос. Ни одного лишней копейки или что-то такого мы не вывели. То есть у них то, сколько они должны были оплатить, и сколько у них осталось на своих счетах, оно соответствует тому, сколько они пополнили. У нас бывает такое, что система не сразу же все урабатывает из-за того, что даже вы когда отправляете с банка в банк, какие-то деньги не появляются сразу же. Вот то же самое. За пять дней к разработчикам обратилось более тысячи человек. Но ни один случай пассажир не смог доказать. Все вопросы удалось урегулировать. А в случае восстановления транспортной карты, в частности детской, пассажиру придется заплатить полную ее стоимость, то есть 400 тенге, а не 300, как это было ранее. Сама вот эта подготовка, транспортировка, изготовление там и здесь прошивка, она имеет какое-то, да, затраты. Вот, и поэтому приходится клиенту платить, потому что, ну, по-другому никак. Кроме того, жители жаловались на то, что транспортную карту в случае ее потери блокируют только в течение трех дней. То есть находкой за это время могут воспользоваться другие. Этот вопрос разработчики уже взяли под контроль. И сегодня, по их словам, данная процедура займет всего час. Осложняет мобильность обратной связи с колл-центром нехватка специалистов. Представители данной кампании уже пообещали увеличить штат операторов. А всем утешимом идет Мирханов, Хабар, 24, Семей. Контролировать земли сельхозназначения будут из космоса в Костанайской области. Проект это пилотный, разработали его в Минсельхозе. Использование системы космомониторинга позволит отказаться от выездов инспекторов на местность. Параллельно новый способ контроля опробуют еще в трех регионах страны. В Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Мангостаусской областях. Напомню, в 2019 году 320 тысяч гектаров земель сельхозназначения возвращено в государственную собственность в Костанайск области. До конца не решена судьба еще 104 тысяч гектаров. Там на разных стадиях идут судебные разбирательства. Данный продукт нам позволит более оперативно реагировать, как используется земельный участок, и принимать по ним, соответственно, меры. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас вернемся к самой обсуждаемой теме последних дней. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Количество жертв достигло 213 человек, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. За 24 часа число погибших выросло на рекордные 43 человека, заразившихся почти на 2000. Специальное заявление о введении режима ЧАЭСа сделал директор Всемирной организации здравоохранения после совещания чрезвычайного комитета в Женеве. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей. В заявлении говорится, распространение коронавируса можно остановить, если страны примут меры по раннему распознаванию инфекции, изолируют больных и отследят их контакты. Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Основная причина этой декларации не в том, что происходит в самом Китае, а в том, что происходит в других странах. Позвольте мне пояснить, что это решение не является, вот вам, недоверие Китаю. Напротив, ВОЗ продолжает сохранять уверенность в способности КНР контролировать вспышку вируса. Тем временем в Соединенных Штатах зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом. Впервые инфекция передалась от человека к человеку. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Речь идет о супружеской паре из Чикаго. 60-летняя женщина 13 января вернулась из китайского Уханя. На прошлой неделе она обратилась в больницу, где ей диагностировали заражение новым коронавирусом. У супруга оказались схожие симптомы. Диагноз также подтвердился. Сейчас оба госпитализированы. Я хочу, чтобы вы поняли, что зараженный пациент нам очень помогает со сбором информации. Мы продолжаем выяснять детали случившегося, однако мы уже знаем, что он не пользовался общественным транспортом. Он не посещал места с большим скоплением людей. Поэтому эта новость не меняет риска заражения в обществе на национальном уровне через Иллинойс или Чикаго. Это не местная чрезвычайная ситуация. Тем временем из-за эпидемии медицинские маски буквально сметаются аптечных прилавков. В Нью-Йорке люди опасаются заражения от китайских туристов. Известно, что за последнее время несколько авиалиний прибыли в США из города Ухань. Всего в стране шесть разоболевших коронавирусом. Другие случаи зафиксированы в штатах Аризона, Калифорния и Вашингтон. Грузинские власти усилили меры безопасности. Чтобы не допустить коронавирус в страну, активно ведется серьезная информационная работа. Как говорят медики, риск проникновения коронавируса в Грузию минимален, но все же существует. Юлия Тужилкина расскажет подробнее о предпринятых мерах безопасности в Грузии. В Грузии под контролем все границы. Гостей на наличие симптомов коронавируса проверяют в морских портах, на наземных пропускных пунктах и, конечно же, в аэропортах. Прямые рейсы из Китая до марта отменены. Запрещен ввоз из этой страны живых животных. Минздрав Грузии утверждает, что теоретическая вероятность распространения нового смертельного вируса есть, но она минимальна. Мы знаем о тех наших гражданах, которые находятся в странах повышенного риска. К счастью, никто из них не заражен. В случае необходимости мы готовы предоставить им необходимую помощь. Грузия находится в зеленой зоне. Это означает, что существует минимальный риск распространения вируса. Но мы должны быть готовы. В Тбилиси уже обследовали около тысячи сотрудников китайской компании. Вновь приехавших подвергают тщательному медицинскому осмотру, измеряют температуру и две недели наблюдают за их состоянием. Всем раздают информационные буклеты на трех языках – грузинском, английском и китайском. Если в течение 14 дней люди бывали в Китае и у них проявляются симптомы – высокая температура тела, кашель, недостаток кислорода, то мы призываем незамедлительно обратиться в медучреждение. В случае подтверждения коронавируса пациент будет направлен в инфекционное отделение. Сейчас в Грузии четыре клиники готовы принять таких зараженных. Весь медицинский персонал ознакомлен с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. МВД взяло под контроль стратегические медицинские учреждения. Сотрудники полиции и таможни проинструктированы о действиях на случай высокой угрозы. Во избежание распространения смертельного вируса в Грузии задействованы и в усиленном режиме работают многие службы. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. И как мы уже анонсировали, на железнодорожном вокзале в Шимкенте начались специальные учения, связанные со вспышкой коронавируса. На прямую связь со студией выходит коронавирус в Китае. Я прошу прощения, на прямую связь со студией выходит Катерина Попкова. Катерина, здравствуйте. Расскажите, что у вас там сейчас происходит? Здравствуйте, Динара. На железнодорожном вокзале Шимкента впервые готовится отработать непростой сценарий. По легенде, в одном из поездов, который едет из Нур-Султана в Сарагач, обнаружили подозрительного больного с признаками коронавирусной инфекции. На Бероне с 10 часов утра его уже ждут службы экстренного реагирования. Вот они сейчас за моей спиной. Готовность номер один. Поезд приедет буквально через 5 минут. Там также в поезде находятся десятки других пассажиров здоровых. И на изоляцию у специалистов будет всего несколько минут. Справятся ли они с заданием, будут наблюдать руководители различных ведомств. Во время учений вокзал работает в штатном режиме. Люди могут свободно передвигаться. Ранее в городском департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщали, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. В 12 компаниях Шимкента работают 243 гражданина из Китайской Народной Республики. Под наблюдение взяли тех, кто в ближайшее время ездил к себе домой. Более подробную информацию я сообщу уже в следующем выпуске новостей. Динара. Спасибо, Катерина. Катерина Попкова и Шимкента была на прямой связи со студией. Там будут сейчас специальные учения. Чтобы друзья знали и чуть-чуть испугались, полицейские Алматинской области задержали врача, который распространил ложную информацию о коронавирусе. Мужчина 80-го года рождения, работает акушер-гинекологом в центральной больнице Инбекши Казахского района. После задержания он признал свою вину. Информацию о якобы 70 зараженных коронавирусом пациентах он мимолетом слышал в разговорах коллег и решил напугать своих близких в мессенджере. Но шутка не удалась. Полицейские зафиксировали сомнительные сообщения и быстро нашли его автора. По итогам следствия будет принято окончательное решение по этому уголовному делу. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Хочу сказать всем, чтобы не выкладывали всяческие видео наподобие моей. Прошу простить. Впредь я буду крайне осторожен. В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Преступление такого рода, согласно Уголовному кодексу, предусматривает наказание в виде крупного штрафа привлечения к общественным работам. В отдельных случаях можно угодить за решетку на три года. Субтитры предоставил DimaTorzok Вот-вот свою работу начнет Международный форум Digital Алматы. Он проходит в Южной столице уже третий раз. И сегодня собрал больше 400 участников. Это главы правительств стран ЕАЭС, политические деятели и IT-гении. На площадке цифрового форума сейчас работает наша съемочная группа. На прямой связи Александра Солмина. Александра, здравствуйте. О чем будут говорить делегаты? Что интересного? Может быть, вы уже услышали в Куарах? Доброе утро. Участники этой большой диджи-жел-встречи уже собираются. Сейчас они знакомятся с интересными IT-решениями на выставке. Это всевозможные инновационные проекты. Есть и облачная система учета времени с распознаванием лиц. Система детской безопасности. И проекты по созданию когнитивных предприятий. Это такие организации, где большую часть работы выполняют роботы. Кстати, первое, о чем будут говорить сегодня на пленарных сессиях, это создание устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта. Участники обсудят его роль в нашей жизни и возможность совместного развития в этом направлении. Кроме того, поднимут тему продвижения продуктов цифрового Казахстана на международном рынке. Поговорят о том, какие изменения ждут наши образования. Обсудят также, как будут двигаться финансовые технологии в ближайшие пять лет. Кто знает, может скоро одной мысли будет достаточно, чтобы оплатить какую-то услугу. Ну и хотелось бы подробнее все-таки узнать, что уже сделано в этой сфере, насколько цифровизация уже вошла в жизнь казахстанцев и есть ли от нее ощутимый эффект. Рядом со мной вице-министр финансов Руслан Инсенбаев, он нам сейчас и расскажет об этом подробнее. Руслан Садбекович, скажите, пожалуйста, насколько эффективна сейчас работа в этом направлении? Я имею в виду работу по внедрению цифровых технологий. Есть ли какие-то результаты уже? Спасибо. Да, действительно, с принятием государственной программы «Цифровой Казахстан» очень активно внедряется цифровизация во все сферы жизни людей и во все сферы экономики. Очень хорошие результаты за это время у нас есть и в сфере здравоохранения, образования. Хорошие меры принимаются для поддержки отечественных IT-компаний, создания предприятий, IT-компаний, которые можно масштабировать и выходить на внешние рынки. И в сфере цифровизации экономики бизнеса тоже большая работа проводится. Министерством финансовым в том числе со всеми государственными органами проводится последние два года активная работа. Нельзя сказать, что цифровизация началась именно сегодня, она и ранее была началась, но активная работа сейчас проводится. И ключевыми задачами Министерства финансов в этой деятельности, именно применение цифровых технологий, является, во-первых, это борьба с теневой экономикой, создание таких условий для бизнеса, когда можно было бы, то есть добросовестной конкуренции, то есть выявление различных нарушений, вывод предприятий из тени, создание условий для добросовестной конкуренции. А также одна из ключевых задач – это максимальное облегчение и упрощение всех услуг, которые мы оказываем населению, в том числе в части оплаты налогов. Вот хотелось бы об этом подробнее узнать. Как вы делаете жизнь наших казахстанцев проще? Да, если возьмем бизнес, активно сейчас внедряются технологии в области таможенного и налогового администрирования. Внедрена система, которая называется «Астана-1», которая практически полностью автоматизирует процесс таможенного оформления. Если раньше уходило несколько дней для того, чтобы оформить товар и различные расходы на брокеров, в склады и так далее, то сейчас 70% всех деклараций оформляется в режиме онлайн за одну минуту по зеленому коридору, без контактов с чиновниками, что сокращает коррупционные риски и дает большой эффект бизнесу. Благодаря этой системе на сегодня эффект уже составил более 70 миллиардов тенге экономии бизнеса. Это те деньги, которые они смогли сохранить у себя и инвестировать в свое развитие. Также мы сейчас проводим дальнейшую работу, чтобы бизнес мог в онлайн-режиме собирать все необходимые документы. Регистрация бизнеса, вы знаете, уже давно в Казахстане осуществляется в течение нескольких минут, часов, если раньше 30 дней уходило. И это самые лучшие практики на сегодня. Что касается услуг населению, тоже большая работа проводится. Мы видели и слышали много критики, связанной с уплатой налогов. И это связано с тем, что не все вовремя получают информацию о своих обязательствах, о налоге существующем. То есть есть определенные были проблемы с данными, то есть не доверяли люди этим данным. И были сложности в уплате налогов. Мы в этом году максимально провели работу, в прошлом году сейчас продолжаем. И хотим, чтобы большинство людей оплачивали налоги еще до того, как это стало за должностью. И в максимально удобном режиме одной кнопкой, грубо говоря. Что сделали для этого? Вообще, я хотел сказать, что вот в первой части экономишь. Спасибо большое. Отмечу, что сегодня еще будут награждать лучших в сфере цифровых технологий. Впервые будут вручать премию. Но об этом я расскажу вам позже. Пока у меня все. Александра, а сколько продлится сам форум и удалось ли вам пообщаться? Какие будут институционные проекты представлены на казахстанском? А на лево? А на лево, да. Да, мне удалось уже пообщаться с представителями, стартаперами, так скажем. Как я уже и говорила, будут представлены такие интересные проекты, как облачный сервис по учету времени с распознаванием лиц и безопасность детская. Вот такие проекты будут. А сколько продлится форум? До конца дня он продлится. Спасибо большое. На новый формат работы перешли библиотеки Жамбылской области. Теперь там не только можно найти нужные книги, но и получить различные справки. Открытие цифровых информационных центров при библиотеках особенно обрадовало жителей отдаленных поселков. Раньше для получения необходимых документов им приходилось съездить в райцентр. Цифровой информационный центр предоставляет услуги по 13 отраслям. Среди ключевых – здоровье, образование, жилье, занятость, строительство и сельское хозяйство. Например, если жителю нужен земельный участок для выращивания сельхозпродукции, достаточно зайти на сайт. Там предоставлена информация о свободных землях 10 районов области. На сайте открываем сельское хозяйство. Здесь можно найти всю информацию в этой отрасли. Например, можно увидеть, в каком районе дешевле цены – на пшеницу и ячмень. Вот есть сведения об учебных заведениях. Удобны для выбора места учёбы. Аналогичные информационные центры работают в 12 сельских округах Таласского района. Госуслуги там получили 220 человек. Для оперативной работы библиотекари прошли специальное обучение. Мы уделили большое внимание подготовке специалистов. Продолжаем обучение некоторых работников. Всего у нас 20 библиотек. Центры работают пока в 12. Всего в сельских округах Жамбулской области действуют 166 цифровых информационных центров. Новшества помогают значительно экономить время и деньги сельчан. Для получения справок не нужно выезжать за пределы села. А достаточно прийти в библиотеку. Но пока работа цифровых информационных центров налажена не полностью. Тормозит процесс низкая скорость интернета. Но эту проблему ответственные специалисты намерены решить в ближайшее время. В агентстве по противодействию коррупции подводят итоги работы за прошлый год. Гульшат Серегбекова готова рассказать подробности. Гульшат, здравствуйте. Наверняка антикоррупционщики озвучивают интересные данные. Что подметила? Здравствуйте, Динара. Сейчас мы находимся во Дворце независимости. Здесь проходит расширенное заседание коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Встреча впервые проходит не как отчет председателя, а в формате обмена мнениями. Здесь присутствуют такие областей, ректора вузов, общественные деятели, государственные служащие. И планируется, что в ходе коллегии они смогут озвучить предложение по совершенствованию законодательства Республики Казахстан для усиления борьбы с коррупцией. В начале своего выступления председатель агентства Алик Шпикбаев заявил, что уровень доверия населения к работе агентства, к сожалению, остается низким. И борьба с коррупцией в Казахстане еще не дала желаемых результатов. В прошлом году сумма ущерба от коррупционных преступлений составила 24 миллиарда тенге. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1175 должностных лиц. При этом одним из основных методов борьбы с коррупцией остается поощрение граждан. В этом году поощрение людей, которые сообщили о коррупции, будет вестись по новым правилам. Не в зависимости от тяжести преступления, как раньше, а человек, который сообщил о коррупции, будет получать 10% от суммы ущерба после решения суда. При этом максимальная сумма не будет превышать 10 миллионов 600 тысяч тенге. На текущий год председатель агентства Алекс Шпикбаев обозначил несколько приоритетных направлений работы. В том числе к правовому консультированию граждан будут привлекаться студенты старших вузов юридических факультетов. И в учебных заведениях будет введен предмет основы добропорядочности. Поподробнее об этих новшествах мы попросили рассказать руководителя аппарата агентства по противодействию коррупции Куаныша Жапаковича. Куаныша Слубекович, расскажите, пожалуйста, как вы планируете привлекать студентов и будет ли им оплачиваться эта работа? Действительно, Гульшат, в ноябре текущего года мы провели масштабную акцию «Народный юрист», в ходе которой было проконсультировано 18 тысяч граждан. В этом году мы предлагаем студентам старших вузов и преподавателям осуществлять подобные юридические консультации на безвозмездной основе для того, чтобы помогать людям. Я думаю, что эта акция будет ознаменована и годом волонтерства, объявленного главой нашего государства. И расскажите, пожалуйста, про новый предмет, который вы планируете ввести, основы добропорядочности. Это будет для учеников школ или для студентов? И как это вообще будет вводиться? На самом деле, такой предмет уже существует, основы добропорядочности для студентов и для учащихся школ. Единственный вопрос в том, что данная дисциплина является дисциплиной по выбору, элективной дисциплиной. Нами предлагается, чтобы данная дисциплина стала обязательной. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что в рамках сегодняшней коллегии председателем агентства озвучена идея слышащего агентства, в рамках которой на сегодняшний день мы изменили подходы к приему граждан. Сегодня председатель принимает не на ежемесячной, а на еженедельной основе. Его заместители и руководители территориальных департаментов на ежедневной основе, что позволило нам на сегодняшний день увеличить количество принятых граждан в три раза. Сегодня мы решили вопросы очень многих граждан, которые нами открыты в 12 регионах, антикоррупционные центры, которые стали мостом для общения между государственными служащими и обществом, в котором располагаются в каворкинг-зонах наши специальные мониторинговые группы, офисы антикорр, Адалда Галана и другие общественные организации. Спасибо большое. Хотелось бы сказать, что коллегия только началась, она продлится еще два часа. О чем еще говорилось на этой коллегии, мы расскажем в следующих выпусках. Пока у меня все. Динара, передаю вам слово. Спасибо. Спасибо, Гульшат. На прямой связи со студией была Гульшат Серебекова. На этом пока все. Хорошего вам дня и до встречи.